Здравствуйте, уважаемые члены комиссии. Хочу представить вам свой доклад на тему синтеза реакции с N-нуклеофилами метоксифенил, оксофенил, пропил, диметилдиоксан, диона. Кислота мельдрума обладает уникальными структурными особенностями, которые делают ее чрезвычайно привлекательным соединением с практической и теоретической точкой времени. Ввиду соединений, содержащих в своей структуре диметилдиоксандионовый фрагмент, выявлены противомалярийные, антиоксидантные и антибактериальные активности. Кроме того, данные системы являются ингибиторами реакции тромбоцитов. Высокая лоббильность диоксандионного цикла используется в синтезе различных гетероциклических соединений с потенциальной афромакологической активностью, такой как кардиотоническая и ингибирующая активность интеграды ВИЧ-1. Использование альфа-бета ненасыщенных хроматических кетонов в построении 1,5-дикарбанильного каткаса предполагает дополнительное отключение структуры и фармакологических свойств. Кроме того, исследуемые соединения представляют большой интерес с точки зрения их функционализации и возможной гетероциклизации за счет взаимодействия 1,5-диоксифрагмента с различными азмитрофильными реагентами, выводящими к системам с потенциально высокой биологической активностью. Таким образом, целью исследования явился синтез метоксифенилоксифенилоксифенилтропилдзиоксандиона, а также исследование его поведения в реакциях с биазно-плеофильными реагентами. Задачи исследования представлены на слайде. Наличие в молекуле геметилдиоксандиона метиленовой группы активированной действиями электронноакцепторных сложных фирменных фрагментов позволяет ему уступать во взаимодействии с разнообразными электрофилами по Ц5-атому углероду. Примером такого взаимодействия является конденсация Михаэля, приводящая к построению несимметричных 1,5-дикарбонийных систем на основе кислоты мельдрома и различных альфа-бета-непредельных романтических кетонов. Впервые проведена реакция диметилдиоксандиона с метоксифенилпопеноном при перемешивании при комнатной температуре среди этилового спирта, в присутствии каталитического количества эльпролина, в результате которой получены токсифенил, оксифенилпропил, дилетилдиоксандиона. Структура полученного соединения установлена на основании данных ГМР-1H13 с спектроскопией. Данные по времени, реакции, выходам и физико-химическим характеристикам продукта представлены в таблице 1. Введение полученного соединения в реакции с N-муклеофинными реагентами приводит к образованию продуктов нуклеофинного присоединения по карбонийной функции ацитлического фрагмента субстрата с сохранением диоксандиона цикла в структуре продуктов реакции. Так, при проведении реакции с N-муклеофинным реагентами мочевины и тиммочевины в среде ледяной уксусной кислоты происходит формирование продукта 6 и его телоаналога 7. Структура полученных соединений установлена на основании данных ГМР-1H13 с спектроскопией. Данные по времени, реакции, выходам и физико-химическим характеристикам синтезированных соединений представлены в таблице 2. Была предпринята попытка прогнозирования биологической активности синтезированных соединений, первым этапом которого явился ритуальный скрининг с помощью программы PASS. Результаты прогнозирования представлены на слайде в таблице 3. Следующий этап эксперимента заключался в исследовании ингибирующей способности синтезированных соединений по отношению к ферменту осполином диаметилолилтрансферазе с возможным учетом стерических и конференционных особенностей в трехмерном пространстве при помощи молекулярного докинга в программе HEX, позволяющий также вычислить энергию взаимодействия леганды с центром связывания фермента и наглядно проиллюстрировать, за счет каких фрагментов молекул происходит образование комплекса. Ароматические пленилтрансферазы являются важными ферментами, ответственными за перенос пленильных фрагментов на ароматические соединения, что приводит к биосинтезу модифицированных природных продуктов и механизму электрофильного молокилирования. Пленирование ароматических соединений осуществляется во время вторичного метаболизма бактерий, грибов и растений. В энзимологии асплюбинон-диметилолилтрансферазы представляет собой фермент, принадлежащий к семейству трансфераз, в частности те, которые переносят арильные или алкильные группы, отличные от метильных групп. Асплюбинон-диметилолилтрансферазы катализирует химическую реакцию между диметилолилтиоладифосфатом, выступающим в качестве донора, и асплюбинонома Е, акцептором молекулярного остатка. Продуктами такого взаимодействия являются дифосфат и асплюбинон-Аш. В качестве мишени был выбран исследуемый эксперимент в комплексе диметилолилциоладифосфата. В качестве леганда сравнения был взят бронфеноловый синий с выявленной высокой инжибирующей активностью согласно интернатурным источникам. Для лучшего сопоставления результатов также вычислены энергии самой ферментативной реакции при негрировании асплюбинона Е. Необходимо отметить некоторое структурное сходство синтегированных соединений с леганными сравнениями. В частности, имеются два фемильных заместителя, карбонильная функция и кислород, содержащая цифрическая система. Рассчитанные данные свидетельствуют о том, что полученные соединения обладают лучшей ингибирующей способностью патриотического действия с поливином диметилолилтрансфераза в сравнении с бронфеноловым синим. Также наблюдается тенденция к увеличению сродства к рецептору при переходе к продуктам нуклеофильного присоединения метоксифенилоксифенилпрофилдиметилдиоксандиона. При этом наименьшее метки связанных комплекс имеет легант Синь. Из рисунков, представленных на слайде, видно, что координация с поливиномой Е и бронфенолового синего в макромолекулярной структуре рецептора аналогична, и они имеют одинаковое аминописотное окружение. Тоже пространственное положение занимает полученные соединения. На данном слайде представлено изображение энергетически наиболее выгодного комплекса фермента с соединением Синь. Выводы по данной работе представлены на слайде. Спасибо за внимание.